Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Мы в прямом эфире, 612-939 Телефон прямого эфира, сейчас у нас в гостях Консультант лаборатории Титова, лаборатория Это так, наверное, можно назвать, Данститов Так оно и есть Давно у вас не были, много вопросов Таких интересных, которые стоит обсудить Но, наверное, начнем с той публикации Которая, вот я смотрю по количеству Комментариев, вызвала большой резонанс Хотя тема, прямо скажем, не новая Вроде бы 27 лет продолжается этой эпопе С пресловутыми мешками КГБ Но как это, удивительно или неудивительно До сих пор политике, не хватило им, как модно Сейчас говорит, политической воле Какое-то решение принять Все время тянут они резину Печатать, не печатать, открывать мешки Частично, без комментариев, с комментариями Вы довольно определенно Высказали, что пора вот это Заканчивать эту эпопею Нужно открыть эти мешки И на этом, видимо, подвести Какую-то черту под прошлым Почему вы так считаете? Потому что даже сторонники Как бы открытости говорят о том Что, ну, такой чувствительный вопрос Опять будем перемалывать старые У кого-то там родственники, друзья, близкие Кто-то даже говорит, что чуть ли не вся Сливки интеллигенции были в этих мешках И так далее Все-таки, почему вы Ваша гражданская оппозиция Была за то, чтобы открыть все? Ну, во-первых, мешки КГБ Это один из вопросов Но, в принципе, главный вопрос Это все-таки будущее нашей страны И если мы говорим о будущем То надо понимать прошлое И мое понимание в том Что если мы знаем Что в прошлом есть люди Которые сотрудничали С оккупационным режимом Советского Союза Так или иначе Работали с КГБ Были агентами То это никак не может быть Эти люди никак не могут быть Героем нашей страны И в будущем Люди должны понимать Что сотрудничать С любыми Чужими силами нашей страны Нельзя Рано или поздно Через 50 лет Через 60 лет Это будет Это возможно будет публично И это будет осуждаться Для меня, например Не только мешки КГБ Для меня оскорбительно То, что первый сайм В Латвии Который был выбран В 40-м году Там же не было оккупантов Там были люди из Латвии Которые проголосовали За вступление в Советский Союз И один из них Например, Андрей Опитес Прекрасный писатель Хорошо писал Хорошие книги Но он проголосовал За вступление Латвии В Советский Союз Я считаю, что это Предательство страны И если люди Предают страну То они должны быть По меньшей мере Публично Озвучены Хорошо А с другой стороны Ведь что говорят Насколько я понимаю Представители спецслужб Что это создаст При всем при том Что это была Спецслужба советская Все это понятно Но тем не менее Что это может создать Такой нежелательный прецедент Потому что Ну, нет Существует Вот спецслужбы Существуют давно Во всех странах Знаете Режимы меняются А вот спецслужбы Остаются Всем нужна агентура И так далее Если мы рассматриваем Да Латвию Как территорию Где меняются Правители Тогда Конечно Мы можем рассматривать Что мы Как Извините Не знаю Лягушки Или какие-то Земноводные Присмыкаемся И думаем Как нам Выжить В этой ситуации Когда меняются Быти Которые Нами управляют И если мы Рассматриваем Рассматриваем Нашу страну Как нашу страну Как родину И которую Надо защищать То Вполне понятно Что защищать Можно только Свою страну Которая легитимна Есть Уже С 18 Года И Тогда Нет вопросов С кем Сотрудничать Все Кто Скажем Есть враги Страны Есть враги Мои Как-то так Хорошо А вот Еще есть Такая Может быть Не знаю Опасность Не опасность Но мы часто Слышим Такой аргумент Что если Мы говорим О том Что нужно Все таки Чтобы знать Чтобы смотреть Будущее Все таки Знать свое Плошлое Что мы Можем Как бы Далеко Зайти Потому что Есть такое мнение Она видимо Не безосновательной С исторической точки зрения Вот как многие говорят А что вы прицепились К агентам КГБ В конце концов Даже КГБ Выполняло Только Я полностью согласен Тут я полностью согласен Не надо ставить Скажем Крегольным камнем Агентов КГБ Или КГБ Вообще О партийной Аминкратуре Поговорить Главное Главное Зло Которое исходило Это конечно Советский Союз Который Вошел сюда И оккупировал Нашу страну Это Коммунистическая партия Которая руководила КГБ И дальше Уже идут Разные Там Составляющие Агенты КГБ Агенты Влияния Интеллигенция Которую Использовали Для пропаганды Советского Союза Это все Не хорошее Сотрудничество Против страны Так что Конечно Я абсолютно Не считаю Что агенты КГБ Это самые Большие враги Государства Нет Это Они Очень многие Из них Конечно же Жертвы Всего того Но тем не менее Если Кто-то Кого-то Шантажировал Кто-то Кого-то Заставил Это человек Это Является Смягчающим Обстоятельством Но не оправдывающе Да Ну вот Есть еще Наверное Мнение Такое Которое Вы тоже Наверное Слышали Что Маленькая Страна Сколько Нас осталось Если мы Сейчас начнем Друг на Друга Косо смотреть Разоблачать Посыпать Голову Пеплом То мы Все Друг с Другом Перессоримся И Враги Мифические Как нам Говорят Какая-то Пятая колонна Все порадуются И будут Говорят Ну вот Пускай они Сами себя Как пауки Банки Сейчас сожрут Знаете Как говорят Иисусе Христе Когда говорят Евреям Что они Иисуса Христа Распелят Это наши Еврейские Разборки Это наши Латышские Разборки Мы разберемся Между собой Кто герой А кто Может быть Не очень Заслуживает Хорошо Вел себя В свое время У нас Достаточно Героев Которые Боролись На протяжении Всех Этих Лет И этих Людей Конечно Надо Озвучивать Рассказывать Их Биографии Их Дела Это наши Герои Нам просто Надо найти Искать Найти Озвучивать Наших Правильных Героев Которые Защищали Нашу Страну Все это Все это Время Вот Все-таки На ваш взгляд Почему Политической Элите Не хватило Духа Политической Воли Это решить Им выгодно 28 лет Было Эту тему Все время Муссировать Но ничего Не принимать Решение Или они Все-таки Боятся Нет Если честно Я не знаю По-моему Это довольно Простой вопрос Очевидный вопрос И тот вопрос Действительно Не о Мешках КГБ Агента КГБ Это вопрос О стране И Латвия Все люди Все люди Которые Так или иначе Предают Латвию Они должны быть Ну по меньшей Придавать Отступление наказания Сказать С друзьями Карточка Контакты Ну тогда Иди Объясни Что-то Вот моя карточка Есть Но переписки Ну это все Переписки Ну это Так что Ну я думаю Это лукавство У этих людей А вот Нет ли здесь Опасности Вот когда Вы писали Публикацию Не было ли у вас Все-таки Учитывая То что вы Знаете И политическое Поле Нашей страны Не было такой Опасности Что фактически Вы вроде Льете воду На мельницу Тех политических сил У которых Нет программы Сегодняшнего дня Они не знают Что предложить Населению И они Очень охотно Вот все эти вопросы Прошлые муссируют Не значит Что Они их не нужно Поднимать Но зачастую У многих политиков Ничего другого нет Вот они там Не знаю Или они кричат Вся эта старая лозунг Русские идут За тишину Сдавайтесь В разных вариантах Да И вот КГБ Вот так сказать И так далее Ну так как я имею Привычку Время от времени Что-то комментировать То КГБ Это не единственная тема Которую комментируют Так что Ну Эта тема Она С моей точки зрения Так рассматривается Есть тема Когда Скажем Министр экономики Нет Министр экономики Министр финансов За 70 миллионов Купили акции Газового хранилища Которое По-моему Очень неправильно Так что Я не рассматриваю Свои комментарии Или свои мысли С точки зрения Нравится Не нравится Это политикам И как они Что они об этом подумают Это как-то Не мое Наверное сложно История Как мы знаем Не имеет Такого Сослагательного Наклонения И так далее Как вам Народ Мудр Народ умен И народ Должен знать Правду Но народ Никогда Не будет Этим шокирован Но это Как я еще раз Могу повторить Это нам надо Для будущего Не для Прошлого И так далее Так что я думаю Ничего бы не произошло И не произойдет Когда это произойдет Ничего Никаких бомб Не взорвется Некоторым людям Наверное Будет грустно Горько И так далее Некоторые люди Может быть Пересмотрят Свои отношения К другим людям Если мы говорим О интеллигенции Ну Есть Кнут Хамсон Который Прекрасный писатель Один из моих Любимых писателей Ну коллаборационистом Оказался Оказался коллаборационистом И Его Общество Норвегии От него отказалось С ним не общались Он умер в одиночестве Он Обступцы полные Но тем не менее Его книги печатают Кстати В Советском Союзе Печатали И в Латвии Переводили Несмотря на то Что он как бы Сотрудничал с немцами То есть От того Что человек Что-то сделал В этом плане Ну скажем Книги Упитеса Они станут Меньше Любимы Так что это Никак не И если Извините Хороший актер Или хороший певец Или не важно Художник Что это Картина его изменится Его картина будет Так и так Прекрасна Но есть Это совсем другое Мы же не можем Хорошего художника Разрешать Ну ты хороший Ну давай Убивай там Кого-то Ну получилось Последний вопрос В этой части Потом будет Небольшая пауза Я вижу Что и звонки Есть Все-таки А вы бы Вот смогли Не знаю Вот молодому поколению Да Вот вообще Объяснить Те времена Потому что Ну как Это сложно Это очень сложно Потому что Я не могу своим детям Объяснить Ну когда Ну скажем Наши дети Ездят за границу Они не понимают Как это Ты там Не знаю Там 25 лет Поехал первый раз А почему А что А многие никогда Не поехали Да А как это Ну взял билеты И поехал Что ты Что Так что Нет Конечно Очень трудно Объяснить Жизнь в Советском Союзе Нашим людям Ну молодым Может быть В этом кровица опасна Что молодежь Насчет осуждать То поколение Не зная Всех нюансов Ну для этого Есть разговоры Политики Объяснения Конечно Это сложно Потому что Здесь молодежь Она почему-то Думает Что ну да Ну там был Советский Союз Коммунизм Но никто же не верил Нет Мы верили Мы верили В свое время И в коммунизм И в социализм И так далее Не надо конечно Никто ничего не верил И Ленин был хороший И так далее Да то есть Ну Думать Что мы там Все сидели 50 лет И лукавили Да нет Мы верили Потому что пропаганда Советского Союза Была прекрасна Она была очень профессиональна Несмотря на то Что партия была одна Но работала И пиар И реклама И альтернатива Это не было Да Но это работа Как бы Альтернативы не было Можно было этим Как бы не заниматься Но эти люди Занимались И воспитывали Коммунистическую молодежь Очень прекрасно Так что Чтобы поменять взгляд Пришлось Как-то Начинать задумываться Что-то больше считать И так далее Так что Не надо говорить Что все люди Там Были антикоммунисты Да Абсолютно Нет Конечно Дан Титов У нас в студии Небольшая пауза Новости и рекламы Микс Ньюз В студии Консультант Лаборатории Титовса Вот интересно Тоже Вот мы Продолжая Вот эту вот Историю Действительно Молодое поколение Даже не понимает Правда Тогда не было интернета Все это глушить Было легче Но был ведь Железный занавес И информационный Как бы Абсолютно Мы жили В другом измерении Это можно здесь Сравнить Сейчас с Северной Коре Когда мы смотрим На Северную Коре Как бы улыбаемся Как они Что они сумасшедшие Нет они не сумасшедшие Они просто отключены От информации И поэтому Они живут так Как их информируют Это нормальная реакция Людей Так же и мы Жили по той информации Которую нам давали Которая была Доступна Что на Замы Какой-то ужас 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 Конечно А у них негров бьют Безработица Как это безработица Непонятно Ну так что Это все было Сложно Скажем так Стать диссидентом И стать Скажем Мыслящим Было трудно Вот С самого начала Что народ умный Он разберется С одной стороны Вроде бы да А с другой стороны Вот если мы говорим Вообще о обществе Ну есть разные люди Вот мы сейчас смотрим Эту историю Наверное тоже Читая Следили С епископом Баптистским Петерисенспоргисом И вот Здесь две составляющие Одни говорят о том Что Ну о чем он вообще думал Зачем он ступил И так далее А вторые Говорят Что ну как же Можно было так Человек Его семью затравить В конце концов Он же не во Бражескую армию Так сказать Ступил Облегали действующую партию Крупнейшую в стране И так далее Вот что вы по этому поводу Скажете Просто человек неопытный Я на этот повод могу только улыбнуться Потому что ну Никакой травли не было Ничего не произошло Такого экстраординарного Что не испытывает любой политик Который входит в большую политику И тем более хочет стать президентом Да Если бы он думал Что все будут его хвалить И по головке Тогда он просто наивен И слава богу Что он ушел Потому что он тогда Не годится для президента Никто его не будет Ну не будет 100% его любить И на руках Ему надо было Доказать Этим людям Которые с ним спорят Или которые его Критиковали Доказать Что нет Он лучший Он хороший Он что-то может сделать Он просто не смог Это просто человек Я думаю Тут согласие Вообще делает Большие стратегические ошибки Потому что Все-таки Абсолютно Конечно Они делают Они делают То что делал В свое время Ян Айс Лайкс И венат Они берут гастролеров Они не берут Людей из партии Они не воспитывают партию Они берут Лидерами Скажем так Лидеров Которые работают Латышами Да Там Матис Еще там Какие-то люди Тот же Спродис Которые Никак Не интегрированы В партию Это просто Верхушка Центра Согласия Их назначила И это я думаю Может расколоть партию Потому что я думаю Ну Люди Которые В Центре Согласия Работают Уже сколько лет Там Двадцать Или Или даже больше Они понимают Что Работать в партии Не надо Все равно Придут гастролеры И как-то Будут Какими-то Непонятными Лидерами Это очень опасно Для Центра Согласия Ну Нет ли такого Ощущения Вот если пытаться Анализировать Что это такой шаг Ну я не знаю Может быть отчаяние Не то слово Но близко к этому Это я думаю Шаг отчаяния Господина Урбановича Который как бы Устал наверное Быть в политике И думает Ну ладно Вот сейчас Последний рывок Сделаю И пойду на пенсию У меня Такое ощущение И он Кидает Ну вот Хочет попробовать Так Ну я думаю Что это большая ошибка Это очень опасно Для партии Потому что я видел Как партии разваливаются Именно по этому По этому поводу Когда Люди работают В партии Есть отделение Есть дискуссии Есть какие-то Споры Критика И вдруг Оказывается Что это Ни к чему Потому что Назначен лидером Там Визом и курзом И не важно Где кто-то другой Которого вообще Которого никто не знает Для меня было удивительно Когда Месяц или полтора назад Был конгресс Центра согласия Где вообще Не говорили О списках О списках Говорили Какие-то Ну закрытые Общества Ушаков Урбанович Еще кто-то Которые придумали Ну Американские Консультанты Довольно Комично Для центра согласия Брать американских Консультантов Ну ладно Это их Выбор Так что я думаю Центр согласия Такой на Очень шаткую Платформу Встал Это одна из самых Сильных партий Именно по устройству По строению И так она может Ну А вот Может быть Это результат Не знаю Вот таких красных Линий в политике Я почему говорю Ну Вы наверное тоже Помните эту историю Там запчел Там Сколько лет тому назад Когда еще не было Ни Крыма Не было такого противостояния Между там Не знаю Россией и Западом Говорили запчел Ну Да Крупная партия Вы все время там Приходите там Первыми или вторыми Запчел всегда приходил вторыми Вторыми Центр согласия всегда приходил первым Да Русскоязычный Запчел Запчел Да Ну да Все время Хорошо Но чтобы ты Если ты хочешь быть В политике Латвии Будь то Центр согласия Есть какие-то все-таки Постулаты Которые ты должен Озвучить Это Окупация Есть окупация Или нет Окупация Запчел По-моему Так и не признал Окупацию Латвии Центр согласия Настолько долго думал Есть окупация Нет окупация Что Для Интегрирования Во власть Это Им помешало Опять же Борьба Против Латышского языка Тоже не помогла Им Действовать Так Стать Нормальной Скажем Латвийской партией Есть такие Какие-то Ну Метки Которые Они Не проходят Просто А Нет такого Ощущения Что в принципе Они не нужны Хорошо Может быть И остальные Политические силы Очень рады Они могут Придумывать до бесконечности Разные поводы Нет Любая Любая Другая Политическая Сила Очень довольна Если есть 30% Сайма С которым Не надо Вообще Считаться Да Вот я к этому Для них Для них Конечно Это выгодно И хорошо Это понятно И логично И Ну 70 человек Легче договориться Чем 100 Но это Не проблема Этих 70% Это проблема Этих 30% Которые не могут Интегрироваться Нормально И Эта попытка Интегрироваться На эти выборы По-моему Плачевна И Это тоже Будет интересно Мне понаблюдать Потому что Я думаю И прогнозирую Что Все Лидеры Которые будут Латышами Работать Первыми номерами Они провалятся И Тогда Будет очень сложно Когда Если бы Спротив Скажем так Участвовал В выборах И не прошел бы В САЭМ Тогда бы Сам Цент согласия Не смог бы Объяснить А что Вот как Где Что Так что Я думаю Тут Ну Есть Политехнологические Проблемы Партии А если Вообще Говорим О В грядущих Выборах Остается Три месяца Всего Вы вообще Ждете Какие-то Сюрпризы Потому что По существу Многие говорят О том Ну Останется Примерно Та же Коалиция Если вдруг У нового Времени Я извиняюсь У единства Или нового Единства Как они себя Позиционируют Возникнут Проблемы То есть Если они Получат Там Не знаю 6-7 Мандатов Если вообще Попадут Ну да Может Этой нынешней Коалиции Не хватит Голосов Им надо Будет Думать Где Добрать Вот Совсем Так Примитивно Говорить А так В общем-то В целом Ничего Не изменится Зеленые Кристиане На коне У них Все шансы Есть После выборов Сохранить Премьерский Пост Вы согласны Вот с этим Или это Я думаю Интрига Заключается В том Случится Ли Такое Что Согласие И Зеленые Наберут Много Голосов Вместе То есть Больше Половины К примеру Больше Половины 50 плюс 1 Ну Не важно 48 3 набрать Тоже Не сложно И тогда Будет Большое Искушение У Зеленых Создать Коалицию Из двух Партий Хотя Это опасно Для Зеленых Кристиан Ну В политике Все опасно Это Это Абсолютно Нормально Это Сами Должны Решать Но Искушение Может быть Потому что Если будет Скажем Зеленый С Очень Многими Маленькими Партиями Там Юта Стритя Гобзам Сыка Меньше Вену ТБ Такое Раздробленное Это будет Настолько Сложно Это Я знаю По практике Сделать Правительство Такое Очень Спорное Что будет Большое искушение Сделать Правительство Согласие Но Это При условии Если Действительно Наберут Много Много Голосов Ну Это Разве Не опасно Для Страны Вот Центристы В Эстонии Пришли К власти Ничего Не Произошло Я Что-то Не Слышал Для Страны Абек Я считаю Вообще Ничего Не Опасно Страна Стабильна Страна Евросоюза Страна НАТО Да И Таких Больших Потрясений Я Не Прогнозирую Внутренних Внешне Это Другое Это Надо Рассматривать В Другой Программе Скажем Во внутреннем Смысле Я не вижу Больших Таких Ну Опасностей Скажем Ушаков В Риге Как бы Он не был Плохой Хозяйственник В том смысле Что Слишком Много Он тратит И Мало Делает Но Ничего Не Произошло По политическим Там Нет Закрытых Латушских Школ Ну Каких-то Таких Политических Дрязг То Что Он не Может Справиться С Рига Сатекс Да Это Другой Вопрос Но Таких Политических Проблем Если Согласие Войдет Правительство Я не вижу А вот В самом начале Вы сказали Такую хорошую Вещь Что Вот Эта Проблема Этой Тридцати Процентов А не Семидесяти Да Ну Хорошо А нет ли Тогда Проблем Этих Семидесяти Что Они Сами Говорят О том Что Вот Этот Электорат Русскоязычный Так Я Утриваю Он безнадежный С ними Говорить Не стоит Тем более На их языке Ну и пускай Они там С этим Согласием Носятся Мы вообще Эту часть Населения Вместе С этим Согласием Ну я Очень Нутрирую Да Просто Отрежем Вроде бы Они есть Они живут С нами Рядом Но Мы На нее Не ориентируемся Там Какие-то Частные Вузы Что-то Еще По-русски Говорят За свои Деньги И это Не позволим И это Решим И так Далее Да И Нет такого Ощущения Что они Тоже В чем-то Совершают Ошибки Может быть Не с точки Зрения Получения Голосов А вот С точки Зрения Не знаю Как-то Небанально Звучит Какого-то Сплочения Общества Что Сами Политики Ну ладно Пускай Это же Электорат Согласия Начнем Со Сплочения Общества Я не вижу Что Общество Раздроблено Оно Может быть Живет И питается Разными Информативными Источниками Но Оно Не раздроблено Оно Не враждебно Между собой Да у нас Нету Национальных Конфликтов И так далее Так что В этом Существом Все нормально С политической Точки Зрения Все партии Которые нецентр согласия Или за пчелу Или похожее с ними Русский союз Да Которые пытались Работать с русскими Никогда не получали Русских голосов Это Явно Слайкс пытался Вену Ты бы пыталась Зеленая Все пытались Русских голосов Нет В этом смысле Политическое Ну Противостояние Существует Есть русские партии Есть латышские партии Тут ничего не сделаешь Да И я думаю Спекуляция о том Что за центр согласия Голосуют латыши Это спекуляция Потому что Естественно Если считать Заринча латышом То да Но Это только фамильные вопросы В принципе И этническое голосование Есть И этнические партии Есть Как бы мы хотели Я считаю Это нормально Ничего не поделаешь Все-таки Наверное Каждая нация Немножко Больше верит Своим Да Это может быть По-человечески Понятно Но Не значит ли это Что Не знаю Что представители Условно Латышских партий Они Так на это Обиделись Не обиделись Что они считают Что вообще С этими людьми Вообще считаться Даже не надо Это не обида Это Политический прагматизм Если ты не можешь Получить русские голоса Тем более Это еще немножко По-другому даже Ты пытаясь получить Русские голоса Можешь Пытаять Латышские голоса То есть Это прагматизм Просто с этим Электронатом Никто не работает Ну Так оно есть Что ты поделаешь А вообще Политическая элита Все-таки радикализуется Или нет Потому что Знаете Из Сирии В национальном вопросе Это конечно С какой стороны посмотреть Потому что Одни говорят Нет Ну видите Ничего такого Радикально не происходит Другие говорят Ну как Вот Не знаю Столетие Латвии приближается Что Какие Ну подарки Может быть Не то слово Что мы видим От политической элиты Что национальные меньшинства видят Они видят Одну реформу Шадовской За другой Да Частную школу Давайте рассматривать Не политическую элиту А Ну скажем так Хулиганизм Или Ну скажем Национальную озабоченность Шадурскиса Да Который Ну никогда не отличался Прагматизмом И политическим Каким-то умом Да Ну Он такой Хулиган Ну Профессор математики Есть профессор математики Ну К сожалению К сожалению К сожалению Он у власти К сожалению На очень чувствительной должности И это конечно Это уже второй раз Когда он раздражает Русскоязычное население Ну К сожалению Такая ваша жизнь Ну что я могу сказать Да Но это не политическая элита Нет Естественно Это шадурскис Нет Это немножко разные вещи Все-таки Такой последний вопрос Вот Как вам кажется Есть ли Ну политическая элита Если так можно сказать Есть ли у нее понимание того Вообще Если абстрагироваться Даже от национальных вопросов Куда страна должна идти Как она должна развиваться Потому что мы слышим Разные заявления Того же премьер-министра Что ну да Мы же видим Ну от риска Швейцарии мы не станем Ну слава даже Богу Что те резиденты Мост между Востоком и Западом Тоже уже не актуально Это транзит Понятно Что скоро там он сократится Не нужен Но при этом Мы не слышим От тех кто власти А хорошо Все это понятно А как Латвия дальше будет Жить и развиваться Ну что только за счет Его фондов Ну вот как дальше К сожалению К сожалению Тут Краеугольный камень Есть ли вообще Политическая элита И создается Боюсь что Слабо И нету Второй слабый вопрос Это политические партии Как таковые Потому что К сожалению У нас не создается Политические партии А такие Или проекты По одному вопросу Если мы смотрим Новые партии Гобзамса Ютэстричи То это Партия одного вопроса Одни борются С неплатежеспособностью Вторые С коррупцией И все А где пенсии А где работа А где рабочие места Демография Все что угодно Да То есть Ну да Они на этом вопросе Могут получить Свои 6-7 голосов Смысла в этом нет И к сожалению Партийное строительство Не производится Не происходит Ну Мне трудно объяснить Почему Наверное Ну Не знаю почему Трудно мне сказать Потому что мы В свое время Извините Я пытался В Атостыб Особенно мы пытались Построить Но к сожалению Не получилось Но не получается Может быть Не было его Отлика от общества Тоже Они равнодушны Это не вопрос Партия Партия Создается И делает Свои идеи Создает идеи И хочет Этими идеями Захватить народ Ну Вдохновить народ Да А народ Не виноват Что мы не смогли Да То есть Это Это абсолютно Партийное дело И народ Народ вообще В принципе Не может быть виноват Он Он всегда прав Значит Не было такого предложения Которое смогло Значит было предложение Которое не попало Во время Или Не было Если мы смотрим Опять вернемся К мешкам КГБ Да Все таки было Много диссидентов Но диссиденты Сделали свою ключевую роль Реально В 87 году Но до этого Всегда были люди Которые этим занимались Которые боролись Которые сидели в тюрьме И так далее Но Их было мало Но не были Ну их было достаточно много Не надо преувеличивать Мы про них мало знаем Да Партийное соотношение было много Но Но скажем так Действия Они сделали В 87 году И я думаю Так же и партии Должны будут создаваться И когда нибудь Скажем так Сольется Их идеи С народом И тогда все будет хорошо Как это произошло В свое время Я у нас Лайкс и НРП Тогда слилось Получилось И очень много Хороших вещей сделали Да Много ошибок Но много хороших вещей Да Об этом конечно Как к сожалению Многие забывают Да Дантитус у нас был в студии Спасибо большое Спасибо 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 за субтитрым Спасибо за субтитрым